Вы смотрите специальный выпуск «Осторожно, Собчак». Сегодня, дорогие мои, хочу рассказать вам историю, которая произошла больше 30 лет назад. 3 мая 1991 года из легендарных питерских крестов совершил неудачную попытку побега Сергей Мадуев. Вот этот красавчик на фотографии. Так и стала бы эта история заурядной попыткой побега, если бы не дальнейшие обстоятельства этого дела, которые вознесли его в ранг легендарных в преступной хронике всего СССР. Во время побега у преступника был с собой револьвер, а передала ему в камеру оружие вот эта женщина, следователь при генеральном прокуроре СССР. Скромная, тихая, очень успешная в своем деле Наталья Воронцова. Была ли это такая романтическая любовь к преступнику? Или причиной все-таки стали миллионы, которые успел наворовать последний бандит СССР? Вместе со мной в этом без преувеличения легендарном деле разбирались непосредственные участники событий. Старший следователь по особо важным делам при генеральном прокуроре СССР Леонид Прошкин, ранее засекреченные сотрудники Ленинградского управления КГБ, ну а также знаменитый кинооператор Сергей Астахов, оператор-постановщик таких шедевров, как «Брат про уродов и людей. Граница. Таежный роман», которому довелось лично пообщаться с обоими фигурантами этого дела и получить премию BAFTA за лучшую операторскую работу в документальном фильме о последнем бандите СССР. Приятного вам просмотра. Чем ближе и жарче становится лето, тем чаще я слышу слово «ретрит». Оно приманивает все больше моих знакомых. Новички идут по классике – Индия. Хотя совсем рядом, вне ультрамодных течений, есть более духовно осознанная страна – Таиланд. Там уважительно относятся абсолютно к любой религии. Христианство официально защищено законом и даже к приметам и предсказаниям там относятся очень серьезно. Не говоря о том, что Таиланд – единственная азиатская страна, где есть ислам. Но религия – только часть культуры. Таиланд гораздо разнообразнее. Например, одно из самых популярных тайских мест – Хукет. Сочувствую тем, для кого это банальное туристическое направление. Это место настоящих перспектив. Больше 8 миллионов туристов за прошлый год – достаточная цифра, чтобы задуматься об инвестициях. Потому что это на 152% больше, чем даже на Бали. И прямо сейчас на острове развиваются более 500 проектов общей стоимостью 12,8 миллиардов долларов. Не думаю, что вгиблое дело вкладываются в таких объемах. Легко догадаться, и данные это подтверждают, что большинство покупателей – иностранцы, которые хотят приватности, комфорта и качественного сервиса. Поэтому спрос на виллы, дома и квартиры в кондоминиумах очень высок. Разброс цен – от 100 тысяч до 3 миллионов долларов. Если вам везет часто ездить на отдых или вам для жизни подходит местный климат, покупка недвижимости на Хукете может стать отличным решением. Она поможет решить не только личные, но и финансовые задачи. Я об этой сфере знаю много, и инвестиция в популярный курорт – вещь очень перспективная. И выбирать недвижимость лучше в низкий сезон. Отсутствие ажиотажа и выгодные предложения помогут принять взвешенное решение. Заниматься этим, конечно, непросто. Если не найти профессиональную команду, которая возьмет сложности на себя. Такую, как агентство Royal Property. Я с ними уже хорошо знакома. Они помогут упростить процесс покупки и сделают его максимально удобным. Все объекты, которые покупаются через них, сразу попадают под шефство их управляющей компании. От технического обслуживания и мониторинга состояния до поиска арендаторов и управления арендой. Безопасность и сохранность вашей недвижимости гарантирована, а вы только получаете от нее положенные бонусы. Я об этой покупке задумалась всерьез. Уверена, вам стоит тоже. Неважно, для личного отдыха или в качестве инвестиций, недвижимость на Пхукете сработает в вашу пользу. Вы знаете, что в ночь перед побегом я сидел всю ночь просидел за салон и курил сигареты и думал о том, бежать или не бежать. А потом к утру пришел к уйду. Лучше один месяц, ну пусть будет мой. У меня действительно полезла седина. Изымают пистолет, который хранился по документам уголовного дела у меня в производстве. Я не жил только своей жизнью. Я жил и ее жизнью. Чтоб человека заинтересовать, я сначала узнавал, что ей дорого, что ей близко, чем она дышит. Старался дышать тем же. И тогда женщина тянется. Мы обложили их всех, как медведи в берлоге. Какая любовь? О чем угодно? Любовь, любовь. Вы смотрите на меня и на нее. А ты знаешь, что у нее в нижнем белье? Если это связать и принять за истину, то она просто совершила безумный любовный поступок. Сергей Александрович, мне не надо, какие у вас вкусы. Я посмотрел пленку и больше мне ничего не надо объяснять. Говорят, что вот если вы поможете убежать нашему Сергею, одна Волга ваша, другая Волга вашему начальнику. Иначе мне предназначалось. Алло. Наталья Леонидовна? Да. У меня тут же свои маленькие тайны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы получили премию БАФТА за лучшую операторскую работу в документальном фильме о Сергее Мадуеве. Покажете награду? Вот эта статуэтка. Это вот Астаху Сергею и Александру Устинову. Ну, это вот достаточно награда весомая и по сути, и по весу физическому. Мы по теме Мадуева были в том лагере, где он сидел. Ну, как я, как обыватель, мне было интересно само по себе вся эта история не из СМИ. То есть в данном случае и с человеком, и с фигурантами я познакомился, и с людьми, которые расследовали. И в какой-то степени, я думаю, что мы знали об этой истории о самом антураже. Наверное, сто процентов. А вот суть того, из-за чего и как, и была там действительно любовь или увлечение, или что-то, я думаю, что до сих пор все не ясно. То есть вот этого простого люта я не опасен. Для упакованных, привычка в воздухе переобувать их. Это годами выработанная привычка. А кто с этим? Мне вот говорит, Григорьевич, общество, закон, справедливость. А кто, точнее, меня справедливость проявил? Ну, так, если разобраться. Ну, вот это общество пожинает то, что оно босеяло. Я, Прошкин Леонид Георгиевич, родился в 1947 году. Ну, самые громкие дела, это, конечно, делом ГКЧП занимался, делом Октябрьских событий занимался. Ну, были и другие дела, в частности, вот, дело некого Мадуева, которого называли последний бандит СССР. И по нему было снято несколько документальных фильмов. Даже англичане по нему снимали фильм документальный. То, что вот я в Индии видел обращения к женщинам, как я сам обращался. Почему так обращался? А сейчас вы стоите, если где-то больше, как вы... Сима, вот так, как вижу тебя, я чувствую свободу. Здесь, вон, эти самые отпечатки. Есть еще у меня отпечатки его пальцев, копии. Ну, это все то, что осталось. И этим бумагам больше 30 лет. Он старался всегда одеваться хорошо. Именно хорошо. Отец у него чечен. А мать у него кореянка. Они встретились в Казахстане, потому что чечены были туда высланы во время войны. Антикорейцы были эвакуированы с Дальнего Востока. И он остался с мамой. У него была мечта с детства быть офицером в армии. И это действительно так. Когда он был во Владивостоке, я там нашел женщину, которая верила, что он офицер. И что он здесь, во Владивостоке, в командировке. По крайней мере, я в 18 лет мечтал об АВДВ. На офицерскую училище и тому подобное. В 17 лет я мечтал. Хотя вырос, я говорю, в 6 лет. Я в 6 лет уже лазил по квартирам полный рот. То есть у меня взрослые мужики посаживали рот, я открывал выходные двери, и они общищали квартиру. В 7 лет я спускался с 9-этажного дужного до 5-го этажа по веревке. Уже, ну, то есть, вот, надо было до 20-х отношений. Я в 12 лет жаргон знал так, как человек, отсидевший 25 лет. Знал хорошо литературу, он знал хорошо историю. Ему, честно говоря, верили. Вот из меня делали преступник, там, жестокого, там, ну, первоначально. Вот такой, там, вот так вот. Вот возьми, вот, вот возьми, например, вот женщину, вот эту еврейку, которая была в Ташкенте. Ей муж до сих пор не верит, что я ее не трахнул. Что я вернул ей вот эти ее золотые украшения, золотые сыр, браслет, там, там, серьги, там, кольца, там, цепочка. Какое бы то ни было, все вот это деньги, правильно? Ты слышал, за свои годы, проведенные, в смысле, на службе и прокуратуре, чтобы преступник возвращал ворованные. А вот когда она мне сказала, что покойной матери подарок, я вернулся его. И еще нету такого преступления, где кто бы сказал, что я проявил жестокость. Факты говорят об обратном. Последний бандит СССР был крайне жестоким человеком. Сергей Александрович Мадуев родился 17 июня 1956 года в спецпоселении для преступников в Караганде, Казахской ССР. Отец Мадуева, Арби, был чеченцем и попал на зону за сопротивление в депортации. Мать, кореянка, отбывала наказание за спекуляцию. Когда срок заключения Арби подошел к концу, родители Мадуева развелись. В 6 лет Мадуев по приказу матери торговала нашой. Позже вместе с малолетними подельниками стал угонять автомобили, разбирал их на запчасти и продавал. Отношения с матерью у Мадуева окончательно разладились в 11 лет, когда та предложила ему взять на себя чужое убийство. В 14, подкопив денег, Мадуев ушел из дома. В 18 Мадуев получил свой первый срок. Его приговорили к 6 годам за соучастие в краже. Выйдя из тюрьмы, он снова занялся грабежами и разбоями, за что получил уже 15 лет лишения свободы. Поначалу он действительно грабил исключительно зажиточных граждан. Ну а если ошибался при выборе жертвы, то мог не только вернуть награбленное, но даже подарить букет цветов в качестве извинений. Ходили слухи, что после налетов на богачей Мадуев покупал сладости и, мол, угощал ими голодных деревенских ребят. Также особо опасный преступник был замечен в краже 250 тысяч советских рублей из общаков тбилисских и ташкентских воров в законе. На зоне 12 уголовников пытались спросить с Мадуева за это преступление, но получили ожесточенный отпор. С тех пор червонец получил славу беспредельщика, а сам он себя называл вором вне закона. Уголовники считали его человеком, готовым всегда пустить в ход оружие. Когда в 88-м он был переведен в колонию-поселение, он тут же сбежал из нее и был объявлен во всезаюзный розыск. Единственное, что я помню от него, как он выжил, потому что он шел по такой вот погоде, и чтобы не замерзать, он и чтобы как-то отдыхать. Он делал как? Он брал дерево, обнимал его и руки связывал. И когда он засыпал глубоко, он начинал опускаться и от боли просыпался. Вот это я помню точно, сто процентов. По СССР прокатилась волна дерзких краш и грабежей. След Мадуева был зафиксирован в Грозном, Сибири и в Подмосковье. Вскоре Мадуев начал убивать. Первое и сразу тройное убийство – Ростовская область. Там жертвой банды «Червонца» стал местный кооператор Роман Шалумов. Главарь банды узнал, что семья собрала 92 тысячи рублей, которые хотела потратить на покупку нового дома. В июне 1989 года «Червонец» вместе с подельниками ворвались в дом бизнесмена, хладнокровно пристрелили хозяина, задушили его жену, а затем подожгли дом. В огне погиб годовалый сын Шалумовых – Миша, который мирно спал на втором этаже. Позже на следствии Мадуев заявлял, что не знал о спящем ребенке. Декабрь 1989 года, Ленинград. В модном ресторане «Ориент» у Мадуева случился конфликт с швейцаром Валерием Лютвинским. Последний, якобы в грубой форме, попросил бандита снять пальто, на что Мадуев без лишних слов достал пистолет и на глазах у шокированных посетителей пристрелил швейцара. После убийства Мадуев хладнокровно задал вопрос свидетелям преступления. Ну что, может быть еще кто-то хочет? В октябре 1989 года и снова в Ленинграде жертвой Мадуева стала не менее успешный кооператор Роза Юрих. Женщина могла себе позволить даже гувернантку. Именно она и открыла дверь преступникам. Сама Юрих была ранена и скончалась спустя пару месяцев. Червонец вместе с подельниками унес 134 тысячи советских рублей и полтора килограмма золотых украшений. Итак, почему Червонец? Мадуев обожал роскошную жизнь и за такси платил всегда 10-рублевыми купюрами и никогда не просил сдачи. Со слов следователей, география преступлений Сергея Мадуева охватывала всю территорию СССР. От Владивостока до Вильнюса. Скорее всего, на него достаточно сильно оказывало влияние среда вокруг, кроме мамы. Школа, двор, я не знаю, какие события там еще могли быть. Он же, например, где-то год больше был в детприемнике в Кемеровской области. Я вырос среди грязи. Вот меня били в детстве. Ну, кто мать оскорбит там. Обычно мать мою оскорбляли, сверстники. А я сверстники убил. А мне к нациб приходили, били взрослые мужики, приходили, били меня. Только потому, что у меня был отца. Никому было за меня ступиться. Вот он меня избил. А я пошел в мусор, я облил кроссинок небольшого. Я говорю, ты меня не убивешь, потому что ты жить не хочешь. Ты знаешь, что ты сядешь. А я тебя убил. Он парень-то был действительно как бы выделяющийся из толпы заключенных, безусловно. Лично у меня с ним достаточно легко образовался контакт, потому что он человек общительный. Когда он узнал, что я снимал там Высоцкого, он прям там совсем затрепетал. И даже мне давал листы из своей рукописи. Мы преступники обсуждаем действия, такие как чикадила, удав. Понимаешь? Мы преступники до мозга костей. Вот преступники, да? И мы, я не знаю, мы обсуждаем действия этого человека. Да, его жалко. Жалко, как человека нашего положения, что он селится от подвычки и ждет с меня. Но он животное. Что он делает с людьми? По поводу ее шарма энергетики, наверняка да, он обладал. На самом деле, с точки зрения заполучителя любую женщину, то вряд ли, наверное, женщина поумнее, может быть, менее тоскливая, могла бы, как говорится, не повестись. Я не жил только своей жизнью. Я жил и ее жизнью. Чтобы человека заинтересовать, я сначала узнавал, что ей дорого, что ей близко. Чем она дышит. Старался дышать тем же. Вторая женщина тянется. Роскошная жизнь последнего бандита СССР требовала регулярных доходов. Во время последнего налета в Узбекской ССР не все пошло гладко. Верный подельник Мадуева Роман Чернышев был тяжело ранен, и червонец, сняв с него золотой крестик и коротко попрощавшись, лично застрелил товарища. Позже он спокойно сел на поезд в Ташкенте, где неуловимый преступник, и был задержан поджидавшими его оперативниками. Я просто был убит горем, потому что пацана Романа убили. У меня вот это убийство Романа, у меня вышел бы из колеи. Я и сейчас винил себе вот этого пацана, что я не удержал его. Вот есть на мне вина только его смит в том, что я мог его остановить, а я его не остановил. Главное возможность пойти подработать. Если бы вот это не этот роман, то никогда бы меня не взяли бы там. Крайне так просто меня не взяли бы там. Потому что я видел, когда садились менты, видел, как они проходят через эти вагоны, и я тогда как и стукан на них взял, чтобы действовать. Задержание Сергея Мадуева достойно вообще отдельного сценария голливудского фильма. После того, как один из сотрудников милиции пристегнул Мадуева к себе наручниками, Червонец свободной рукой выхватил из кармана гранату, выдернул чеку и пригрозил всем взорвать себя и окружающих. Также Червонец приказал своему случайному, теперь уже его заложнику, помочь ему сжечь записную книжку. Испуганный до смерти милиционер беспрекословно исполнил, что было в этой записной книжке до сих пор, остается загадкой. Мне создали следственную группу. Я был старший следователь по особо важным делам при генеральном прокуроре СССР, а Воронцову в это время только что ее перевели следователем. Там следователей при генеральном прокуроре было нас немножко по особо важным делам при генеральном прокуроре. А там создали управление, куда понабрали с разных сторон следовать. И вот в частности Воронцову туда включили из Ленинграда, поскольку она хорошо закончила вуз и там хорошо работала. Если я хочу устроить праздник, ждать специальной даты я не буду. Имею право назначить повод сама, когда угодно. Ну, например, у писательницы Олеси Казанцевой есть традиция встречать Новый год летом. С елкой, оливье, шампанским и всеми атрибутами. У меня таких традиций нет. Когда захотела, тогда и праздник. В нем самое сложное придумать подарок, чтобы точно понравился, чтобы точно порадовал и чтобы его не передарили. Вот, нашла. Такой подарок меня радует всегда. И не только меня. Он уже есть у многих моих друзей. Это бесконечный фотоконструктор Мазабрик. В этом месяце ему исполняется 4 года. Все это время он заботится о том, чтобы ваши подарки были классными и радовали получателей. А еще до конца месяца праздничная скидка, которой еще не было и вряд ли будет даже в черную пятницу и в Новый год. Промокод DR34 дает скидку 34%, но только до конца июля. Зная, что многие давно хотели купить набор Мазабрик, сейчас вот самое время пользуйтесь моментом. В этой коробочке, возможно, одно из ваших драгоценных семейных воспоминаний. Вы сможете вместе собрать картину в кругу любимых людей. Это работает просто. Открываете набор, загружаете фото на сайт и собираете по полученной инструкции. В комплекте есть все, что вам может понадобиться. Даже кубиков здесь намного больше, чем нужно на любую фотографию. Мазабрик бывают разных размеров и в двух палитрах. И даже если картина просто надоела, можете собрать новую сколько угодно раз. В отличие от обычных пазлов, Мазабрик — это бесконечный фотоконструктор. Ждать особенного праздника совсем не обязательно. Обычный летний вечер на даче станет гораздо интереснее с Мазабрик. Главное — успеть приобрести набор со скидкой. До конца июля по промокоду DR34 вы получите скидку 34% на любой набор на mozabrik.ru. Ссылка уже в описании. С днем рождения, Мазабрик! Вы отличный подарок! С днем рождения! Это произошло 3 мая 1991 года. Бандитский Петербург был потрясен дерзкой попыткой побега из легендарных крестов. Неприступная крепость, откуда за всю историю существования тюрьмы было совершено всего 3 удачных побега, снова оказалась в центре внимания всего СССР. Тогда эпатажный питерский журналист Александр Невзоров в своей авторской программе «600 секунд» сообщил первые детали ЧП. Преступник совершил попытку побега из следственного изолятора, используя револьвер. Беглец задержан, один из сотрудников крестов тяжело ранен. Подробности этой истории потом будет обсуждать вся страна. А на основе неудавшегося побега даже снимут художественный фильм с Александром Абдуловым и Мариной Ниеловой в главной роли. Ну а пока за дело взялись сотрудники управления КГБ по Ленинграду и Ленинградской области. Я Георгиев Владимир Геннадьевич. Работал в органах КГБ около 30 лет. Сейчас нахожусь на пенсии. Полковник в отставке. Работал в службе по борьбе с терроризмом. Был начальником отдела. Впервые про Матую я услышал 3 мая 1991 года и с передачей «600 секунд» Невзорова. Здравствуйте. Новостей много, но вот хороших новостей мало. Вы знаете, что в ночь перед побегом я сидел всю ночь, просидел за салон и курил сигареты. И думал о том, бежать или не бежать. Потому что жена меня спрашивала, что с тобой, что случилось? Вот так чисто посылочек, как я подъезжала. Я не стал ее волновать, не стал ей ничего не говорить. Я всю ночь просидел, а потом к утру пришел к уйду. Лучше один месяц, ну пусть будет мой. И сорвался. Зачем мне тебе обратно 7 лет на рога и идти в зону. Один из наиболее дурацких, если не самых дурацких, посудков. Да. Ничего там не мог сделать. Это сейчас я знаю. А в тот момент я этого не знал. И проконсультироваться у кого-то у меня не было времени, невозможно. Пятого мая 1991 года к нашему начальнику Ленинградского управления КГБ Куркову Анатолию Алексеевичу приехал завеститель генерального прокурора СССР и обратился с просьбой, чтобы наше управление взялось за выяснение обстоятельств, кто принес Мадуеву в камеру пистолет. Когда Мадуев пытался сбежать, я был в Москве. У меня действительно полезла седина. Вы представляете, когда у моего подследственного изымают пистолет, который хранился по документам уголовного дела, которое было у меня в производстве. Я хотел трижды и давал, трижды просился. Дайте мне зайти куда-нибудь в столе, чтобы кинуть на пистолет. И трижды они меня грубость остановили. Грубость все остановили. Как раньше. Найди нам. Что ты там, блядь, дергайся. Сейчас, блядь, дадим тебе. И там тому подобное. Сейчас ты меня сходишь в столе, прямо здесь навалишь. Ну, в таком духе. Грубость опять тебе. Вот тогда я такой достал оружие и начал стрелять. Они там как крысы метались. Я знал, что они будут метаться, потому что жизнь с человеком дана одна. И страх любой человек испытывает. Я сам его испытывал. Я знаю, что это страх. И так же они испытывают. Ну, по крайней мере, свой страх им я никогда не покажу. Привели Мадуева. И вот я впервые увидел такого страшного человека. Не в смысле какого-то. Он стоял перед нами весь синий. В синяках. Я спрашиваю, в чем дело? Он рассказал мне, что когда его задержали в крестах, его, значит, приковали наручниками к решетке, одели шапку на голову и очень долго-долго избивали. Сломали два ребра ему там. Жестоко избили. В общем, весь был синий человек. Они меня там обрабатывали, ими выбивали. Вот я сколько там сидел, они в первый день, как меня обработали, я встать не мог. Вообще встать не мог, ходить не мог. И после этого, последующие дни, ежедневно, час-два они меня обрабатывали. Что же они ими-то не вырвали с меня? Я говорю, силой вы меня ни хуя не выбейте ее, бейте ее. Они меня били в сознание батарея. Так у меня в легких ребра были. Ходить не мог, они меня долбили. Первое, что он меня спросил, так смотрит. Я им говорю, что-то с седины прибавилось. Я отвозил документы, по-моему, на следующий день или через несколько дней в Кресты, потому что тюрьма Кресты, она не была нам под следственную, чтобы его перевезли к нам. И вот когда первый раз я пришел, он меня вызвал в камеру, Владимир Геннадьевич там был, он сидел на корточках, потому что он стоять и сидеть не мог. Он мог только лежать и сидеть на корточках, прислонившись к стене. Но он был синий весь. Вот у него белки глаз были синий. И когда Геннадьевичу говорю, а что там с ним сделали? Он как фантомаз был, вот сеточка, вот они вот так это хорошо сделали. Я говорю, ну он же выстрелил в человека. Он же выстрелил, это их как бы реакция была в сотрудника майора. Попросил своего сотрудника Кузнецова Валерова сходить в магазин купить чай и сигарет хороших. Ну вот за чаем, за сигаретами. Сидели мы там и беседовали. Конечно, сначала было трудно найти общий контакт, но потом как-то потихонечку, потихонечку он стал мне о себе рассказывать. Я преступник, рискуя быть пойманным, возил и в больницу, и вызывал в ходу помощи. И я не знаю, в этих аптеках ругался, когда я звонил. То есть люди меня запоминали в большинстве своем, когда я оказывал помощь. Он сначала нам встал заявление на одного сотрудника следственной группы милиции. Не буду говорить его фамилию. Мы проверили тщательно. Я приходил к нему, говорит, Сергей Александрович, это не он. А вы что, говорит, мне это самое, проверяете? Я говорю, а как же. Все, что вы нам говорите, мы все проверяем. А он говорит, подождите, я, говорит, вот в прокуратуре 75 томов наговорил, мне поверили, а вы первое заявление проверяете и не верите. Я говорю, как так это самое говорили? Когда встал вопрос, ну кто? Четыре человека, все под подозрением. Пистолет, как бы это взят, вещдок. Патроны проволокой прикручены. Мы обложили их всех, как медведи в берлоге. Для проверки всех и то, что нам рассказывали, да, мы посылали в различные города. В частности, посылали в Грозный. И родственники там Мадуева попросили Валентина Федорова съездить в одно место с ним. Куда? Потом мы все расскажем. Обычно привезли в какой-то недалеко от города, приезжают, таит две новые Волги 21-е. И говорят, что вот если вы поможете убежать нашему Сергею, одна Волга ваша, другая Волга вашему начальнику. Значит, мне предназначалось. И однажды я пришел, скажем так, к руководителю технической службы. Я молодой тогда еще был. Говорит, Валер, поговори с моими девчонками. Они говорят, разговор поймали очень интересный, тебе понравится. И пришли две девушки. И они говорят, Валер говорит, А ты знаешь, что она его не Сергеем зовет, а Сереженькой. И вот тут мы сделали стойку. Девушка в составе следственной группы. Это, знаете ли, сейчас мы с вами можем увидеть красавец в силовых структурах. Они настоящее украшение ведомства. Пресс-секретари, помощницы, какие только роли вообще они не выполняют. А тогда, в далеком 1991 году, женщина, старший следователь при генеральном прокуроре СССР, это не про внешность. Это настоящая акула своего дела. Таких были единицы во всем Советском Союзе. Такое была Наталья Воронцова. Она построила в Советском Союзе головокружительную карьеру. Беспристрастная, честная, внимательная к деталям в простых, скромненьких очках. Пережившая тяжелый развод и смерть ребенка. И вот судьба, она столкнулась лицом к лицу с ним. Вот этим красавцем в белом костюме. Последним бандите СССР. Сергеем Мадуевым. Ну, у нас, конечно, впало подозрение на следователя группы Воронцова, Натальи Леонидовны. Значит, Воронцова Наталья Леонидовна, она работала в районной прокуратуре, и по этому делу ее сразу взяли в генеральную прокуратуру СССР, старшую следователь по особо важным делам. Она была старшим прокурором района, она в районе работала, следовательно, по особо важным делам. И ее сразу, как бы, она перепрыгнула. Она перепрыгнула город, область, и сразу ее пригласили работать в Москву, в генеральную прокуратуру, на ту же должность. То есть это был очень огромный прыжок. И именно как профессионалы ее взяли. Она профи была, огромная профи. В тот момент, уже где-то в июле, наверное, мне дали отпуск, впервые, так сказать, за долгие годы с двумя детьми в санатории. И я пришел к Мадуеву и говорю, что Сергей Александрович, я уезжаю в отпуск. Отпуск был 45 суток, плюс дорога. И говорю, вот я на 24 дня уезжаю в санаторий. Ну, если приеду после отпуска, мы с вами встретим. Но, скорее всего, это принесла Воронцова вам. Потому что то, что вы нам давали одно заявление, второе заявление сотрудникам, проверили, все это не сходится. Он говорит, ну, вот смотрите, я наговорил в прокуратуре на 75 томов. Я всю жизнь был есть одиночка. Волк-одиночка. Я действительно волк-одиночка. Я не видел людям, моей профессии, людям, в смысле, своим коллегам. Я никому не верил. Я знал, что с трудными, по крайней мере, до сих пор никто не помог, никто не поможет. Своя рубашка всегда ближе к телу. Помочь можешь только сам себе. А как было, значит? Я, говорит, когда они совершали преступления, они после собирались и отмечали, панкет устроили и прочее, прочее. Я не пил. Они все потом рассказывали, все хорошо помнил. А когда меня арестовали в Ташкенте, мне передали через сотрудников, опять-таки, следственных работников записку, мои подельники, что Андрей, опять его кличка Андрей, бери все преступления с оружия взят у тебя на себя. Мы потом тебя выручим, сделан тебе побег. И я, говорит, все рассказывал подробно. Ездил на места совершения преступления, все показывал, все сходил, все получалось. И прокуратура все записывала. А потом я узнал о том, что эти два человека, которые мне пообещали меня, так сказать, освободить, они погибли, еще не застрелили их. И я понял, что я, как он сказал, намазал себе сам себе лоб зеленкой, то есть пригрыл себя к расстрелу, потому что все, что я там говорил, там расстрел сам настоящий. Он очень тонкий психолог. Вот он слушал, как следаки между собой разговаривали. Разговаривали там. Вот он узнал, например, от следователя, что она незамужняя женщина. Она одинокая, для нее работа – это все. Что вот она вот посвящает себя работе. Квартиры в нее нет, живет она в коммуналке. И он это вот все вот это фиксировал себе. И в один прекрасный момент, и он говорит, я ни с кем не буду работать. А до этого он взял уже на себя вот эти 20 эпизодов. Он говорит, я буду работать только с Натальей Леонидовной. Она очень хорошая и добрая. А вы все плохие. Ну что вы думаете, ребята сделали? Я говорю, Наташа, давай, работай с ним. И вот тут Мадуев уже раскрылся в полном. А проверьте вот это. А проверьте вот это. И она выезжала. Она действительно выезжала. Видите, как мне жалко ее? Жалко как человека. Но то, что она там публично заявляет, вот эту ерунду, что она для меня что-то делала, по уголовному делу Сева. Я вот недавно перебрал все тома, специально просил все тома, чтобы посмотреть все ее показания. Я выписал все ее показания, в том числе все ее протоколы допроса до Сева. Там на нитку нет ничего такого, что она мне сделала обличение. Во всех ее протоколах допросов я признаю себя виновным. Во всех, во всех грехах. И моих, и не моих. В чем же она меня сделала хорошей? Ну, хорошо, а за что она согласилась с этой министерством? Не знаю. Из любви. Она, может, любила. Из любви? Она, может, любила, я не любила. Я ей не клялся любви. Не успел я приехать в санаторий, как мне Старков Сергей, начальник изолятора нашего, звонит и говорит, Геннадьевич, Мадуев просит встречи с тобой срочно. Я прихожу к нему и говорю, в чем дело? Что случилось? Ну, в общем, вы правы. Он говорит, принесла мне оружие Воронцова. А я вас очень прошу. Да, она мне помогла, и я не хотел бы, чтобы она получила очень тяжелое наказание за свое преступление. Если можно, сделайте мне с ней встречу, и я ее постараюсь убедить написать вам явку с повинной. Вы мне напишите заявление о том, расскажите, как все случилось. И я тогда выйду с руководства Следственного комитета, прокуратуры Выборского района, а с тем, чтобы они вам разрешили провести с ней встречу. Он говорит, ну, понимаете, я же все-таки человек слова, я же не могу заложить ее. Как так это? Давайте сделаем по-другому. Я сейчас вам напишу заявление, число не поставлю, а потом, когда она напишет вам это заявление, все расписала, как, где, что, при каких, кстати, она принесла ему, каким образом, какие патроны принесла. Там она пистолет, револьвер-то взяла из вещдоков, а патронов там не было. Так она собирала у знакомых, сотрудников милиции, ну, у них у всех бывают, там, изъятки, какие-то патроны от разных видов оружия. Некоторые обматывала проволокой, чтобы они вошли в барабан этого револьвера. Вот. И все ему принесла эту горсть патронов и этот револьвер. Он написал такое заявление. И я его сразу же пошел, зарегистрировал этим же числом, как я его получил. То, что я говорю, я давал ей слово, что я не буду стрелять. Кто-то слово это давал, я его не сдержал. Но я бы сдержал бы его, если бы мне дали бы избавиться от этого оружия. И вы, по крайней мере, убедились, Григорьевич, я хотел избавиться от этого оружия. Я доказал, и все убедились в этом. Я хотел от него избавиться, я не хотел его применять. И не применяй мне грубость, грубость в тот момент, когда у меня было, оно под рукой. Ну, вы понимаете, когда нет оружия, ты беседу что-то сделать, ты перекипаешь, они на тебя издевают за людей. После этого приглашаю на беседу Воронцову. Я с ней беседовал, наверное, два или три часа. Предлагал ей там написать явку с повинной. Она устраивала мне истерики. То плакала, то смеялась. Приходим, молодой, живет, в этой комнате сидит. Заходим. Я говорю, Сергей Александрович, вы просили встречи с Воронцовой? Он говорит, да, просил. Наедине, да, просил. Наталья, вы согласны остаться с Сергеем Александровичем побеседовать с ним? Он говорит, да, согласна. Хорошо, вот вам сейчас время, вставайтесь. Воистину легендарные кадры. Встреча Натальи Воронцовой и Сергея Мадуева. Комитетчики снимали их встречу почти два часа. Именно эта пленка и легла в основу обвинения Воронцовой. Сначала преступник и бывший следователь мило шепчутся, ну а затем Мадуев страстно целует Воронцову. Боюсь, мы никогда не узнаем правду, о чем они так мило шептались. Знал ли Мадуев о том, что ведется видеозапись? И был ли этот страстный поцелуй прощальным? А что увидели вы безрассудную любовь или гениальную игру двух преступников? Приводят опять Воронцову ко мне и говорит, Наталья Ильинина, вы будете писать яхт-восповедную? Ни в коем случае. Говорит, я ничего не виновата, я ничего не совершала. И вообще, Владимир Геннадьевич, вы тут чего тут на меня давите? Я вот сейчас пойду под трамвай, брошусь, и вы будете потом виноваты. Я как эту пережил, эту ночь не знаю. Весь, конечно, на нервах. Утром сразу пришел в управление, проверил, нет ли сводок каких-нибудь там самоубийств, нет ли там каких-то неопознанных трупов, ничего этого не было. И мне служба наружного людей сообщает, что Воронцову пришла на работу. Ну, у меня как-то легче стало сразу. И в это время следователь выносит постановление о возбуждении головного дела и к ней направляет на работу с обыском провести по месту работы, а затем по месту жительства и ее задерживают и приводят к нам изолятору. Я могу сказать, что задерживал ее я. Я был старшим группой, Владимир Геннадьевич меня послал. Ее в это время уволили уже под предлогом из прокуратуры и мы приехали к ней домой, она действительно жила в коммуналке. И она говорит, мне надо переодеться. А мы знаем, что у нее склонность все-таки вот это было, что она говорит, я брошусь по тронуай. То есть мы это знали. То есть как бы вот круг сужался и она уже начала психовать, наверное, ну, можно так предположить. Мне говорят, надо переодеться. Я должна взять белье с собой, раз вы меня задержали, прочее. Ну, мы действительно испугались. Ну, вот я поставил двух сотрудников у окна, сам встал у дверей, я говорю, ну, открыл шкаф, я говорю, вот, пожалуйста, я не могу поворачиваться, потому что все-таки вы женщина, я прекрасно понимаю. Ну, она говорит, все, я готова. Я говорю, вы ничего не взяли, чтобы вот не было там какого-то острого предмета. Она все предусмотрела, кроме одной вещи. У нас женщина работала поваром. И та могла досматривать женщину. То есть мужчина не будет досматривать, но я сижу в кабинете, приходит Владимир Геннадьевич, ну, это, а ты знаешь, что у нее в нижнем белье 13 фотографий Мадуева. Ну, как говорится, я получил по полной программе от него, но он мне потом сказал, говорит, ну, мы верным путем уйдем с тобой. А потом он задал вопрос, а зачем вам фотографии-то? Ответ, пока они со мной, Сереженьке ничего не будет. И вот мы поняли, что вот косвенно у нас как бы доказательства есть, но нам надо получить основные. В общем, она там обвиняла всех смертных грехах, что я такой секой, изурпатор, что вот врушая все законы. Ну, в общем, время проходит, и я ее вызываю на допрос, она пришла, пришел адвокат ее, начинает допрос, я говорю, Наталья Леонидовна, вот вы просили, мне приходится вас допрашивать. Я пишу, значит, проводилась с вами встреча с Мадуевым наедине в помещении следственного изолятора управления КГБ, и даю ей бланк, чтобы она сама писала ответ. Она пишет, да, такая встреча была, меня насильно затащили в камеру к Мадуеву, я не хотела, но полковник Георгиев меня, значит, прям чуть ли не приточил насильно туда и заставил сейчас с Мадуевым. На новом листе бумаги пишу, оказывали во время встречи Мадуева вам знаки внимания, как любимые женщины, и как вы на это отвечали. Она прочитала, и просто у нее истерика случилась. Она написала, нет, ничего не оказывалось, встреча прошла, но это не по моей воле. И тут я тогда беру с новой лист бумаги и пишу, вам в качестве вещей с доказательством определяется видеосъемка, проведенная скрытой камерой во время вашей встречи с Мадуевым, которая приобщена к уголовному делу в качестве в качестве в качестве доказательства. Она взяла этот лист, прочитала, и вот, знаете, с ней какой-то просто ступор какой-то на нее напал. Потом стала кричать, шуметь. И я говорю Кузнецову Валерию, сотруднику нашему, Валерию, включайте телевизор и покажем то, что у нас есть. когда запускал кино, страх. Вот она поняла, что мы ее переиграли. Я вам скажу одну вещь. Когда его привели и сказали выбирай, он выбрал двойную такую, знаете, камеру. Я свободой клянусь, что я не знал о том, что менты крутят эту ерунду. Знал бы, встречи вот этой не было бы. Клянусь, не знал всего. Если бы знал, бы я уже на такую продвину не пошел, чтобы вот так взять, бабу снять. И тем более, что я там-то ее обнимал, смастисовал, успокаивал, шептал ее. Одно словом, что я сказал ее во время этой встречи. Вот я тебе даю слово, что собственноручно я не напишу ни одной бумаги. Не напишу это раз. Пока я не утвержусь, вот так как, сразу на глаз, что ты признаешься. Не так, что мне принесли твои показания, Сарльва Францова пишет, хотя знает твою почту, знает твою роспись. А вот так, пока ты вот так, но я не услышу тебя, что ты признаешься, только тогда я в том случае буду дать показания. Я не буду признаваться, но я все не признаюсь, но слов нет, где гуляют. А она там, оказывается, по голове гладила, за эту цепь здесь. От волнения гладила, нашли причину. Там гладил больше никого. Мы другого гладили. Вот тут и тоже нашли доказательную советскую. И когда его завели, когда должна была состояться, вы не представляете, как он все там осмотрел. Он думал, что будет прослушка, он все смотрел, он это самое. Я глядел, я не записывал его, честно скажу. Я вот смотрел, как он это самое. Потому что Владимир Геннадьевич занимался Воронцовой, искал. Он искал все. Это должна была быть, может быть, там прослушивающая какая-нибудь закладочка. Он искал. Ну, не нашел. Фильм там мы снимали два часа. Мы посмотрели минут 15. Она, прекратите, прекратите, я требую немедленной встречи с адвокатом. Наедине. Я говорю, хорошо. Вызвал конвой, ее увели. Адвокат поднял руки, говорит, ребята, сдаюсь. Я думал, вы действительно какую-то провокацию провели, но тут все четко, грамотно, и все видно. Пойду эту дурочку уговарить сдаваться. Потому что, ну все, точка. И вот с этого момента, так сказать, и дальше все двинулся с мертвы точки. Через некоторое время я пришел к Мадуеву. А что вы, такивайте. Мне, мне правильность, она, понимаете, по мне говорит, не голос совести, понимаете, не голос совести у нас сидит. По мне говорит, правильно сказал, злость говорит. Точно меня. У вас знаете, что говорит? У вас, говорит, мужик, который посмотрел, вот вы бы себя посмотрели, жалко, мы надо было записать, на кого посмотрели, после этого, как вы говорили. Эх, это единственный человек, которому, так сказать, ко мне ушел. А я сейчас, и я бы с ней ушел бы за границу, сделал бы пластическую операцию, она бы и то бы и не узнала. Вот тогда была ваша сущность. Сейчас вы уже подумали. Нет, вы не говорите. Сейчас вы уже подумали, друг к ней. К ней можно писать, питать мужские чувства, когда полтора годится, ты что здесь, то, да, на нее потянет. Поверьте мне, я, у меня вкус не хуже вашего, хоть я не нашел удостоверение комитета в карманах. Сергей Александрович, мне не надо, какие у вас вкусы, я посмотрел пленку, и больше мне еще не надо объяснять. Я вам сказал, если бы я к женщине питал чувства, вы бы из меня клещами не вытащили, понимаете, не вытащили бы из меня признание. Я бы сделал бы все, как бы она к вам сюда не попала. Никогда бы. Я вам говорю еще раз, подумайте над тем. Воронцова первый раз пошла, села вон туда. Почему я заставил ее сесть туда, почему я демонстрировал пальчики? Он спросил, ну как встреча, как там Воронцова себя ведет? Я говорю, все, призналась, после кино. Какого кино? Как, какого кино? Мы то, что вы там с ней общались, мы сняли на видео. Как на видео? Он был, он был в шоке. Он мне устроил большой скандал, он потребовал обратно его заявление. Я, говорит, все, отказываюсь, я ничего, не хочу ничего признаваться. И вообще вы непорядочные люди и все такое. Ну, через день он успокоился, опять попросился на встречу, я пришел к нему. Владик говорит, ну что же вы так не сказали бы? Я бы ее там, может быть, вступил в половые отношения, было бы еще больше, закрепилось бы это в вашей верте. Я говорю, Сергей Александрович, вот если бы я вас предупредил о том, что мы это будем делать, это была провокация. То есть вы бы действовали по нашему научению, понимаете? А так вы не знали, она не знала. Это была оперативная комбинация. И мы получили то, что вы хотели. И это заставило Воронцову признаться в совершенном ее преступлении. Какая любовь? О чем уговорилась любовь? Вы посмотрите на меня и на нее. Ничего ли она не знает, кто я такой? Какая любовь? Если бы я дал бы этого слова, если бы я давал такое слово, что вернулся, и прочее. Да, единственное слово я давал, что вернул оружие, и я вернул бы его. Можешь не сомневаться, оружие я вернул бы. А так его увезти. С кем ехать? Сами подумайте. Она кроме личных делов, уголовного дела, она ничего не знает. Она ерудирует ровно настолько, чтобы уголовный тамал. Вот так с ней разговариваешь, она не может связать двух слов о какой-то жизни, о чем-то постороннем. Знаете, как уголовное дело? Да и вообще, и как женщина, она не полицит мужчину. Понимаете? Я не то, что обсуждаю ее. У нее может быть личные качества много есть там хорошие. Может быть, я их не знаю, потому что я с ней не общался. В смысле, так близко ее не знаю. Ну а так, вот она сейчас разговаривает с преступником, кто кого обманет? Она меня тянула к этой вычке, она когда говорила, вот она знала много там, как она говорится, неправда. Так что ж ты писал? Ну если ты знал, что я беру там на себя, зачем ты давал мы подписывать все эти бумаги? Она хладнокровная, она же без всяких смысле, как сказать, без зрения совести это делала. А почему я должен был ее обмануть? Пронесла бы мне считается. Не принесла бы я считалась. Вот только там подвела кого-то их своих, я не знаю. Я как перед Богом, я знаю, что я чист. У меня перед ней никаких обязательств. А какие у тебя могут быть обязательств? Это твой психологический противник, ты делал себя так, а она. Нет, я говорю, у меня совесть перед ней чистая. Знаете, сначала вот правильно он сказал, что сначала ее вот это стало глужить, что вот так вот поступает. Потом, наверное, проснулась какая-то жалость. Он ее начал рассказывать про свою жизнь, как он жил плохо, как у него плохо там в семье, за что его сажали, он недоедал, он это. Он добрый, хороший. Она его пожалела. А потом, возможно, вот уже пришла что-то. Когда мы снимали в Саблино, я сидела с Наташей. Снимали в зале, у них такое типа ДК, такая сцена, где они проводят свои спектакли какие-то. И поскольку это было наиболее приемлемое место для интервью, мы поставили камеру там, или даже две, и снимали с ней интервью. Был, как говорится, звукооператор, был режиссер, Ольга сидели. И какое-то интервью было долго, достаточно долго. Ну, они потом остановили, говорит, мы пойдем покурим. И мы остались с ней наедине. Вот. Ну, и сидим, я не курящий человек, сидим. И она, она говорит, куда идти? Мы должны были продолжать. И она говорит, знаешь, он, говорит, даже обещал мне подарить Нюфандлина. А я так незаметно камеру включил. Вот. Я говорю, а с какой целью? Он говорит о том, что мы будем жить на острове, а я не умею плавать. И я начала рассказывать про эту историю. Я вообще это записал. Я думаю, что в этот момент она точно не работала на камеру. И сказала какие-то свои, наверное, потаенные какие-то мысли, абсолютно наивные, наверное. Но думаю, что какие-то вот такие приемы, если так можно, обольщения были, они были, достигли своей цели. Я так думаю. Что здесь не просто какая-то меркантильность. Если бы не хватило ума пронести не тот пистолет, который там лежал у нее в сейфе, а другой со стороны, я бы мог у вас заверить, сидела бы не она, а гражданин Рябинин. Я бы для этого сделал бы все. Следователь Рябинин, он и так сухари все сушил. Я чуть-чуть только не доиграл. Надо было доиграть до конца. Но не хватило ума доиграть. Потому что пистолет отвечали только она и он. Только у двоих были ключи, больше ни у кого. И то, что говорят, там 30 следователей были под подозрением. Да, все равно да. Двое были, у кого были ключи, у кого был доступ к этому сейфу. Был доступ у нее, у Юрия Рябинин, больше ни у кого. Один из них был под колпаком. Но ведь она-то, когда брала именно ваш пистолет, она должна быть вбывать. Какому она решила? Но если бы Мадуев убежал бы, она знала бы недоказуемость того, что ее бы не доказали, что она это сделала. Вот так честно, доказали бы, если я ушел бы? Доказали бы? Ну, какое впечатление может произвести женщина, которая сидит в тюрьме? Тем более, в отчетчиках таких. Такое, жилковатое. Жилковатое. Ну, для меня, как для мужчины, было понятно, что ей чего-то не хватало в жизни. Ну, вот, говорить, если о мужской ласке и заботе. Это, извините, не редкость, прямо скажем. То есть, наши женщины не обласканы. Ну, я думаю, что и не только наши. Если говорить об обстоятельствах, то я уже вам рассказывал эту историю с собакой. Она могла, конечно, наверное, поверить во что-то. Но до конца не знаю. Но с точки зрения то, что она умная, это было понятно. Другие там были бабы такие, в фуфайках, такие боебабы, которые, очевидно, у них все хорошо и там, и будет дальше. Здесь она такая, человек, который попавший в ситуацию несвойственную ей. Вот такое впечатление она произвела. Женщины, мужчин привлекают прежде всего внешностью. Вот с этого начинается. Потом уже умная нали дура или как она вообще себя будет вести в семейной жизни. Это потом. Если говорить о внешности, она не из этой категории, которая сразу бросает за глаза, а потом она окажется, парадон, завраженной сукой. Это никто не знает. С этой женщиной, кроме того, что сблизится, было, очевидно, не так сложно. Потому что, приявив, как говорится, ребенка погладил, кран починил и твоя. С ней так легче. А вот то, что с ней жить, с умной женщиной, это тяжело. Я так думаю по своему опыту. Вот. И поэтому что тут можно судить? Одна из самых излюбленных тем бандитского Петербурга да и не только Питера, это, конечно же, воровской общак. Оперативники в вечном поиске преступных миллионов. Иногда успешно, иногда нет. В истории последнего бандита СССР тоже есть легенда о вот таком, примерно, воровском общаке. Вот примерно так он должен был выглядеть, если бы его нашли. Дипломат, забитый советскими купюрами. Сумма, способная обеспечить безбедную жизнь даже самого требовательного гражданина. Мечту любого советского автомобилиста самую дорогую Волгу можно было купить за 20 тысяч рублей. Были ли спрятаны миллионы у Мадуева и могли ли деньги соблазнить следователя Наталью Воронцову? Значит, он один раз ограбил квартиру и утащил оттуда чемодан денег. Оказалось, там хранился воровской общак. К нему в тюрьме пришли разбираться с ним по этому поводу. 12 человек. Он их всех раскидал и после этого к нему больше никто уже не приходил с разборками. Несколько раз он мне предлагал помочь ему убежать из нашего изолятора и обещая при этом золотые горы. сказал, что у него какой-то где-то клад спрятан, где-то много ценностей есть, он мне заплатит хорошо. Но я сказал, нет, дорогой мой, это не пойдет. Здесь эти номера не пройдут. Может, если там у вас проходили что-то, но здесь эти номера не пройдут. Я помогал на воле искренне кому-то. Многим отдавал деньги, многим помогал. Отдавая, я не думал о том, что какую-то выгоду с него с этого иметь. Вот суд, вы, Лене Григорьевич, сколько вы снимали вещей, которые я дарил как просто женщинам, женщинам, другим людям. Я что за это все забрал? Я нескольких женщин в постели себе отдавал несколько, два-три золотых украшений. По крайней мере, на это украшение надо было год работать. А я так просто отдавал. Только за то, что она оказывает внимание тем, что варит, готовит обеды, кофе, убирает за нами. Я платил, мало того, деньги платил, платил, как данное уважение вот эти украшения. То есть, я не сказал никакую выгоду от этого. А вот люди, которые мне помогают, они ищут с этого выгоду. Помогали и помогают. До сих пор, по крайней мере. Они ищут с этого выгоду. А это не помощь, это купли-продажи. Дашь на дашь. Я тебе, ты мне. Я не видел еще, чтобы вот так мне искренне взялся бы помочь выйти. По крайней мере, ходили такие слухи, что это сговор такой хитрый, он все-таки выйдет или она получит эти деньги, который может в общаке спрятать. Ну, вот это говорю, это я не буду про это долго говорить, потому что то, что я буду говорить, я за эти слова не отвечаю. Но такие слухи были. Такие слухи или вереси, как их назвать правильно. Ну, то, что, допустим, она совершила акт приноса пистолета, потому что она могла получить деньги потом на свободе, когда она выйдет. вот это я имею в виду, что это, как сказать, не из-за огромной любви и уважения она это сделала, а из меркантильных интересов. Мадуев неоднократно повторял, что у него в машине, которая находится где-то в городе, в гараже, есть деньги в большом количестве, золотые украшения и разные другие как бы вот вещи. И он как бы готов, ну, типа, вывезите меня. Но его так охраняли, что он даже не дернулся. Мадуев очень тонкий был психолог. Вот он беседует со следаком, да, вот беседует, кто-то вошел, и он сразу моментально снимает информацию. И вот он все анализировал. Если так честно, он обманул всю следственную группу, он обвел вокруг пальца всех их. И Воронцову? И Воронцову в том числе. Мне Мадуева жалко. Жалко. Хотя он понаделал очень много, и он был очень ужасный, очень тяжелый преступник, но мне жалко, что вот его этим сделала жизнь. Что он, значит, родился в такой семье, и... Воронцову не жалко? Что? А Воронцову не жалко? После того, чего она сделала, нет. Было жалко, но жалко именно как человека, жалко, но как человека, который совершил такое преступление. В конечном итоге, в конечном итоге она принесла ему этот ствол. Она не думала о том, что он кого-то застрелит. Одного этого хватает для того, чтобы по-другому не отвечать на этот вопрос. жалко ее или не жалко? Жалко. По крайней мере, есть же вот эта самая видеозапись, когда они сидят там, обнимаются. Этого уже достаточно для того, чтобы что она влюбилась. В жизни все бывает. В жизни все бывает. А были друзья? Друзей не было. Вообще с детских лет слова дружба я не понимаю. Я вообще не осознаю как. например, какой у вас это? Была любовь? Или любви никогда не было. Были уважения, огромное уважения. Было чувство, когда человеку нравится. Я не знаю, вот если, например, как правильно объяснить. Если женщина сказала нет, я больше не настаивал. Я один такой. Женщины никто не сможет. Это не говорит, что он шерк. дружбе какой-то. Это какая-то необходимость. Здесь не дружба не идет. Спасибо. Есть такой вопрос. Он очень энергичный и очень сильный человек, судя по всему. Да, это там написано так. Написали так. воронцову. Воронцову немножечко было. Немножечко было. У нее жизнь-то не очень сложилась, а потом вообще. Я же с ней встречался, когда она под Ленинградом сидела. дура влюбилась, баба, ну там все женщины, тем более все были женщины. И все, вот у всех полициях было видно, да, что по жизни своей, личной жизни они несчастны. В смысле, несчастливы. Смотри, тут же еще это самое, она была не просто такая, как говорится, баба, она была сменой, и два особо бывают дела. Вот тогда и сгубилась, баба, просто баба. Здесь серьезное должностное преступление. Она получила свое, как она должна получить? Она меньше получила бы. она получила бы меньше, если бы она вела бы себя в суде. Она же суд весь против себя настроила. После того, как все это произошло, она, будучи хорошим следованием, она что, надеялась на то, что ей не докажут это? Нет уж. В этой истории связки побег, пистолет, меркантильность, не меркантильность, связки могут быть, безусловно. И вот единственное, что неужели женщина могла пойти на такой шаг, будучи следователем по особо важным делам прокуратуры СССР? Ну вот по идее, если это связать и принять за истину, то она просто совершила безумный любовный поступок. Какая любовь, я не знаю, кто бы риснул по пути на это? Кто свое положение поменял бы на ногтях? Да не, как всю ночь любовь. Перед ее глазами, такие как я, прошли десятки, если не сотни. Однозначно жалко. Без всяких разборов, потому что разбираться там может оказаться не жалко. Но разобраться в этом, это вы Прошкина спросите, я думаю, до конца никто не разобрался. А то, что ее было жалко человечески, это я могу подтвердить под присягой. Когда все это прошло, она написала начальнику нашего управления, Куркова Антону Алексеевичу тогда, одно заявление, что полковник Георгиев не виноват, он хороший сотрудник, все действовал правильно, и все те, которые заявление 47 штук написали, это все необъективные, и я прошу, так сказать, их не считать за жалобы. И даже она потом мне стихи написала, мой полковник дорогой, где все это вот расписал. И если бы вы смогли поверить, что нет мне жизни без него, смогли бы суд тогда заверить, что жизнь он должен, вот и все. И вы могли бы убедиться, что лучше нас в семье нет, тогда эти же семьи родятся, и проживем мы жизнь без бед. Нас испытания научили, и будем жить мы для себя, он даст вам слово, а я знаю, что будет он беречь меня. Я верю, все так и будет, скорее бы возвратиться вновь. Я думаю, спасет нас чудо и наша верная любовь. Здоровья, счастья вам желаю, и что хотите, все для вас. И пусть сие мое творение напоминает вам о нас. Воронцова Н.Л. Как она мне рассказывала, как она опять мне рассказывала, и она мне потом давала свои копии рапортов, давала мне, почему ее все это толкнула на совершение этого преступления. Знаете, когда она вела это дело, старшей группе сказала ей писать и обвинить заключение на Мадуе на 20 убийств, которые он признал во время следствия в 75 томах. Она понимала, что он эти преступления не совершал, он совершил только два убийства. Остальные, как ей говорят, все это спишутся, на нее все равно за два этих первых убийств получат расстрел. Она мне сказала такую вещь, что Владимир Геннадьевич, вы помните дело Чикатило? Я говорю, да помню. Так вот, следователь по делу Чикатило нашел преступника, который якобы убивал этих детей. Его расстреляли, а потом выяснилось, что это не он. Вы знаете, что со следователем случилось? Я говорю, нет. Он повесился. Я не хотел бы пойти по его стопам. Вот она, она карьеру сделала обалденно. Зачем он ей? На что я ответил, а вы его видели в белом костюме? Все, говорю, она не замужняя и белый костюм. Мы ее пожалели. Вот пожалели, а сейчас, после какого-то времени, после какого-то времени, Владимир Геннадьевич правильно сказал, что она была сотрудником правоохранительных органов. она принесла вот этот пистолет и вот эта пуля, понимаете, попала майору, как говорится, вот в брюшную часть. И он стал инвалидом. И он очень хотел уйти из крестов. Очень. Понимаете? А вот представьте себе, если бы он ушел и у него оружие, ну что же, вы думаете, что он пошел бы работать бы? Ну, но он бы опять бы продолжал бы это и череда убийств могло быть. И я вот здесь согласен, то, что ей там семь лет дали, и она отсидела половину там и по УДО ее выпустили, наверное, ей надо было больше дать. Да, она раскаялась, вопросов нет. но, 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 опять же, очень много но. Так у него уже все было потеряно. За ним трупы были, за ним побег был. Начни что-то хорошее делать, а его бы установили, что это тот Мадуев, который там и все. мне его жалко, но жалко вот с такого возраста, что он вырос так. Это несчастный человек. Человек, который, он должен был вырасти, если бы он в нормальной семье рос, он вырос бы другим, он был бы хорошим человеком. Он очень умный, он такой, и у него хорошая голова была, и хорошее все. И мысли-то время от времени у него были хорошие. Ну, вот почему у него была мечта быть офицером? Почему он книги читал? Вот почему? Много уголовники книг читали. И мы снимали уже несколько месяцев спустя уже оглашение приговора. Это был другой человек. Другой человек, у него было такое очень высохшее лицо, такой носик острый. Я не помню, как приговор звучал к смертной казни или нет, но я помню, что лицо изменилось. Изменилось, но поскольку был мораторий, и он, естественно, и он умер, как говорится, нерасстрелянным. Вот. Но это был другой человек, и думаю, что там надежды никакой уже не было. На суде меня вызвали в качестве свидетеля. Судья спрашивает меня, Владимир Геннадьевич, как вы считаете, что толкнуло Воронцову на совершение этого преступления? Ну, я сказал свое мнение. Может, оно и неправильно, не знаю. Но я сказал так, что, на мой взгляд, как бы, ответить, там некачественно велось следствие. Поэтому эти вот ошибки, допущенные во время следствия, и толкнули Воронцова на совершение преступления, прежде всего, а потом уже и были и любовные отношения. Ну, старший группы, Прошкин, там сидел на суде, вскочил, сказал, хорошо, Георгий, у него по одному эпизоду целая группа работала, у меня таких возможностей не было. Ну, я тогда сказал, прямо на суде, что если у вас не было возможностей разбираться так досконально в судьбе человека, которого вы решали вопрос, приговорить к расстрелу или нет, тогда надо было отказаться от ведения следствия. Приговорили его за два убийства. Не надо его героизировать, понимаете. Это был обычный преступник, жесткий, жестокий, понимаете. И все эти вот там вещи, когда он там то ли в скорую вызвал кому-то, кому-то сережки там вернул, это все, знаете, игра какая-то была, я считаю. Потому что, ну, если у вас украли там миллионы, вернули 10 рублей, это что, геройство? Даже у нас в камере он сделал из хлеба пистолет, из хлеба там покрасил, там шарикой ручкой, чернилами там это покрасил. Он у нас в нашем музее управления КГБ находится, лежит там в музее славы. То есть он всегда, и я знаю, что после этого случая он еще два раза пытался, ему приносили оружие, настоящее боевое оружие тоже, сотрудники изоляторов, которые потом были приличными к уголовно-ответственной задел. Но один сотрудник говорит, что он меня просто загипнотизировал. Он им принес пистолет и веревку. Безжалостным человеком, жестким. Поверьте, это он, вот ему убить, вы знаете, как два пальца об асфальт. Я думаю, ей надо было больше дать два раза. Это мое мнение. Она раскаялась, конечно, она, конечно, она все призналась потом. Она и плакала, и на суде она плакала, есть там, где-то я видел съемки на суде, стоит, плачет. Она понимает, но она обошлась очень хорошо. Три с половиной года сегодня сидела. Он же ей пообещал, что он стрелять в людей не будет, только в собак, которые до них могут пустить. А на самом деле он стал первым сразу стрелять в людей. Это что такое? Ну, мне известно, что она уехала на Украину тогда, сразу освободившись. В Ленинграде, во-первых, она и как юрист никому не нужна была. уехала на Украину, у нее отец офицер был, там был на пенсии, она туда к нему уехала. Насколько мне известно, кто-то про это говорил, что она вышла замуж, и что у нее сейчас ребенок есть. Она может не взять трубку, если она знает ваш телефон. Наталья Леонидовна? Да. Здравствуйте. Если помните такой, Георгий Владимир Геннадьевич. Алло. Да, да. Наталья Леонидовна, это Георгий Владимир Геннадьевич, помните такого, нет? Я поняла, я поняла, да. Как же его здоровы-то хоть, Наталья Леонидовна? Ну, относительно. Ну, относительно хорошо или относительно плохо? И так, и так. И так, и так, да? Ну, я ушел на пенсию сразу после тех наших с вами дел. Я поняла. И больше, так сказать, не стал работать там. Так что уже 32 года на пенсии. У вас, я надеюсь, все нормально? Ну, так. Ну, вот, тут ко мне опять журналисты подошли, все по этому делу хотят переговорить. Я говорю, что... Я не хочу ни с какими журналистами общаться. Да, я и сказал, я и сказал, сколько же можно, 32 года прошло, может, хватит, уже надоело всем это дело? Нет, у них, наверное, нет никаких тем, ни войны, ни убить детей, никого нету. Кроме меня, никого у них нет. Ну, видите, какую вы славу пользуетесь. Всем у них нету. Да. Наталья, ну, ладно, рад был слышать ваш голос, бодрый и веселый. Давайте, держитесь. Я рад, что у вас все хорошо, я немножко знаю о вас, что у вас, вы там адвокатом работаете. Так, да? Ну, я пока, да, пока адвокатствую, но уже, наверное, надо уже заканчивать, я уже устала. Ну, вот я уже 32 года на пенсии, так что и вам, наверное, пора. Угу, да. Спасибо. Ладно, Таня, все вам хорошее и не унывайте, все будет нормально. Что еще раз? До свидания. До свидания, Таня. Будьте здоровы. До свидания. Еще раз напоминаю, старший следует по особо важным делам. Это не просто преступник, это серьезный преступник. И столкнулась КГБ и прокуратура генеральная. Кто кого? Еще неизвестно, где лучше было бы, так сказать, на небе или в этом черном дельфине. Потому что там условия ужасные, как их содержат. Как заслужили. Потому что там седут люди, которые переступили грань дозволенности всех моральных устоев человеческих. Так и здесь. Поэтому мысль один. Добивайся законным путем правды, а не какими-то незаконными методами. Вот и все. Это у меня шанс. И у вас будет время убедиться. Для того, чтобы человек смог что-то доказать, ему надо, ему нужно дать возможность, чтобы он смог доказать. Дори, делать шанс. Я шанс не буду. Все. Но он очень хотел выйти на свободу. Очень хотел выйти. Он грезил этой свободой. Мне Мадуева жалко, но я бы ему пистолет никогда не понес. Такова жизнь. Такое тоже бывает. Ну, второй шанс Воронцовой в чем? Жить. Ну, дело-то в том, что за Воронцовой трупов нет, а за Мадуевым сколько трупов? Что вы думаете по поводу приговора и какие шаги соберетесь? Да я ничего не думаю. Вот если меня сожжено будет умереть, я ему, блин, со мной начало. Я хочу, чтобы они пришли посмотреть, как я буду умирать. По крайней мере, страх на мое лицо никто не увидит. Я умру достойно. Как жил, я умру так же. Прощады просить никак не буду. В этой истории очень много белых пятен. Я уверена, что еще не раз мои коллеги попытаются разобраться в запутанных отношениях последнего бандита СССР и женщин-следователя. Как сложилась бы их жизнь, если бы самая громкая попытка побега из питерских крестов увенчалась бы успехом? Увез бы червонец свою спасительницу на далекий остров и подарил бы собаку, как он обещал? Или эта история закончилась бы менее романтично? Кто знает. Правду знают только эти двое. И я бы хотела бы закончить наш выпуск словами самого Сергея Мадуева, который он адресовал Наталья Воронцовой незадолго до своей смерти. Это был специальный выпуск Осторожно, Собчак. Увидимся с вами снова. Пока. Наташа, я знаю, насколько я виноват, я виноват. И вот, если можешь, прости меня. Больше, чем я сам, больше, чем я сам себя казню и казню. Ты меня так не сможешь казнить. Я сведуше желаю тебе счастья, здоровья, всего самого хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok